Здравствуйте! В эфире «Арсенал» в студии Владимир Бурко. Несколько сотен человек личного состава, десятки единиц боевой техники, авиация и артиллерия. Под Барановичами завершилось показное тактическое учение с механизированным батальоном. Вместе с подразделением оборону держала и наша съемочная группа. Когда прямо над твоей головой пролетают самолеты, сохранять хладнокровие довольно сложно. Тем более, если знаешь все по-настоящему или почти все. Пусть это учение, но с боевой стрельбой. А противник, хоть и условный, все же дает о себе знать подрывами имитации. Чтобы правильно командир понимал методику проведения, порядок розыгрыша, наращивание обстановки, провели здесь батальонно-тактическое учение. Командиры, которые присутствовали здесь, увидели новые формы и способы применения войск, будут использовать в дальнейшей своей практике. По замыслу тренировки механизированный батальон Слонимской бригады закрепился на окраине населенного пункта. Задача – не пропустить условного неприятеля. До настоящего момента батальон прошел весь комплекс подготовки. Было проведено слаживание на всех этапах его, от одиночной подготовки до батальонного тактического учения в целом. Личность батальона постоянно находится на полевых занятиях 80% всего своего времени. Поэтому насыщенность учебно-боевых действий батальона очень велика. Боевые возможности подразделения оцениваются по результатам огневого поражения, в основе которого – замысел командира. Комбат при этом опирается в том числе на инициативу подчиненных и умение находить нестандартные подходы. Мне командир батальона дает распоряжение, где я конкретно должен занять рубеж, а решение я непосредственно принимаю сам. Решение я довожу до командира взводов. Они также имеют самостоятельность и принимают сами решения на оборону. Моя задача – не пропустить прорыва противника с Кургана русский барановичи. Для этого у меня есть мое отделение, БМП, все штатные средства. Самое главное – мы знаем, что мы можем справиться с любой поставленной боевой задачей. Оборону вместе с пехотой держат и приданные подразделения. Танкисты, расчеты зенитных, ракетных комплексов, авиаторы, артиллеристы. Командир особенно механизированных подразделений, танковых подразделений. Ему в ходе ведения боевых действий будут приданы подразделения различных родов войск, специальных войск, вооружения и тыла. Применялась и дивизион 2С1, дивизион 2С3 и также наш реактивный дивизион «Система ГРАД». Задачи выполнялись по нанесению огневого поражения противника. Цели для ГРАДов находятся на удалении в 8 километров. По условному неприятелю реактивщики работают, что называется, в полную силу. Ощущения непередаваемые. То есть машина мощная, глушит. Очень было интересно, эмоции были очень большие. Первый раз стрельба достаточно эффектная, а потом уже как привыкаешь. Когда со временем уже приходит, больше опыт приходит, то уже чувствую себя как профессионалом, что ли. Командир боевой машины, младший сержант Денис Климович до армии успел закончить Минский автомеханический колледж. Получить специальность и даже поработать на станции техобслуживания. А потому и реактивные системы залпового огня освоил быстро. Говорит, секрет мастерства прост. Достаточно знать и любить дело, которым занимаешься. Служить хорошо, коллектив хороший, машина интересная. Есть нюансы, но для того, чтобы машина полностью показала свою мощность, нужно, чтобы был хороший расчет. Подготовленные люди, которые полностью знают технику, буквально до каждого винтика. Реактивные снаряды точно накрывают свои цели, не оставляют шансов условному противнику и основные силы батальона. После огневого поражения они переходят в контратаку. В целом я доволен результатом. Батальон выполнил поставленную задачу. Личный состав проявил себя с лучшей стороны, показал свою обученность, свою слаженность. Опыт, полученный слонимчанами на обузлесновском полигоне, будет спроецирован на другие подразделения. В ближайшее время батальонные тактические учения пройдут во всех механизированных бригадах. В эфире «Арсенал». О новостях армейской недели в информационном обзоре программы. На уходящей неделе профессиональный праздник отметили специалисты армейского тыла. Сегодня в их ведении транспорт, медицина, логистика, строительство, вещевое и продовольственное снабжение. Каждая из этих составляющих интегрирована в единый комплекс обеспечения, что позволяет войскам своевременно и с высокой результативностью выполнять задачи боевой подготовки. В войсках проходит апробацию системы управления огнем «Вектор». Комплекс позволяет оперативно проводить расчеты для наведения артиллерийских систем с учетом климатических условий и рельефа местности. Первыми отечественную разработку испытывают минометчики. Теория тактика стрельба. На полигоне Подгродно в профессиональном мастерстве соревнуются лучшие экипажи мотострелковых и танковых подразделений войск Западного оперативного командования. Победители станут участниками чемпионата вооруженных сил, где поборются за право выступить на армейских международных играх. Победой команды гандбольной школы СКА завершился в Минске традиционный турнир памяти первого героя Беларуси, летчика Владимира Корвата. В финальной стадии состязались 9 сборных из Беларуси и дружины из Москвы. Награды победителю и призерам вручили курсанты авиационного факультета Военной академии Беларуси. Всемирный день театра. Заслуженный коллектив Беларуси. Армейский драматический театр отметил в лучших традициях веселым капустником. Зрители увидели рождение неповторимых сценических образов. Режиссеры и артисты представили новую оригинальную шоу-программу. Скетчи и репризы, лирические и юмористические композиции, песенные и танцевальные номера. Конкурс на лучший детский рисунок, объявленный Министерством обороны, собирает все больше юных талантов. К акции активно подключаются школы и творческие студии. Первый этап проекта «Беларусь непокоренная» посвящен 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Второй «Я помню, я горжусь» приурочен к 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Военное ведомство также проводит конкурс «Фоторабот. Беларусь помнит». Настоящим мотиватором для любителей снимков стал мастер-класс от лучших армейских журналистов. Расширь границы своих возможностей. Делай то, что умеешь лучше других. Решай, кем будешь ты. Настало время профессионалов. Контрактная служба. Министерство обороны Республики Беларусь. Весенняя сессия подразделений ПВО в самом разгаре. На полигонах идет интенсивная учебно-боевая работа с использованием различных инструментов «Стражей неба». Экзамен сдают и военнослужащие, проходящие службу в резерве. За действиями расчетов зенитных установок наблюдал Сергей Чураков. Зенитная установка ЗУ-23 – один из самых надежных и эффективных образцов вооружения войсковой ПВО. Ударная сила системы – два спаренных автомата калибром 23 мм. Подвижная платформа, на которой располагается расчет, позволяет вести огонь на 360 градусов. Скорострельность – 400 выстрелов в минуту. Занятие проходит по специальным предметам, по технической. Соответственно, все в теории. Сегодня приехали на полигон выполнять БВСЛ. Так сказать, закрепить свои знания в бою. ЗУ-23 мобильная и довольно-таки простая в использовании установка. На ее развертывание нужно всего несколько минут. Из нее можно поднимать наземные и воздушные цели. А еще ее называют антиснайперским орудием. Расчет ЗУ-5 человек. Командир определяет скорость, параметры воздушной цели, угол движения и дальность. Наводчик управляет вооружением и ведет стрельбу. Прицельный корректирует огонь. Управление системой идет с помощью педалей. На освоение комплекса не требуется много времени. Мы постоянно готовились к этой стрельбе, каждодневно. Когда ездили стрелять с автомата, были полны впечатлений. И вот наш сегодня последний день отстрелялись на отлично. Все мишени положили. Сержант Андрей Абрамчук – учитель английского языка одной из брестских средних школ. В армейском строю в первую очередь оценил воинскую дисциплину, которой, по его мнению, не хватает новому поколению. Офицеры помогли преподавателю на практике освоить некоторые принципы работы с молодыми людьми. Могу поделиться, мотивировать будущее наших защитников Отечества. Думаю, это полезный опыт, несомненно. Вместе с Андреем в расчете сержант Дмитрий Горновский. Он работает барменом в отеле. Легко находит общий язык с людьми. В новом коллективе быстро освоился, изучил оружие и перешел с ним на «ты». Сборы довольно-таки быстро все пролетают. Один за одним, не успеваю, что-то я помню, уже конец, уже через неделю домой. Да, интересно, отлично. Каждый день занимаемся ЗУ, каждый день у нас занятия теоретические, потом практические. Разбираем, собираем автоматы ЗУ. Готовились, давно готовились. Выехали на практике, почувствовали, насколько это стрелять из нее. Адреналин незабываемый. Оценил возможности боевой техники и сержант Святослав Довнарзапольский. В гражданской жизни он работает судебным исполнителем. Службу в армии считает для себя, в том числе, импульсом для дальнейшего профессионального роста. Сборы проходят интересно. После гражданской жизни попадаешь именно в армейское русло. Набираешься опыта и делишься опытом. У нас уже последний сбор. Будет, конечно, не хватать этого. Именно армейской жизни. Расчеты зенитных установок выполняют на полигоне два норматива. В прицеле вертолеты и бронетранспортеры условного противника. Зенитчики, как правило, поражают все цели с первых выстрелов. Они молодцы. Приходят с гражданки сразу на полтора-два месяца на сборы. Первую неделю-две тяжело. Потом навыки свои восстанавливают, тренируются. А сейчас еще и подкрепляют. В помещение стреляют, как вы видели, поражают. Оценку отлично. Для многих резервистов этот сбор заключительный. И завершился он победой. Небо после боевой работы чистое. Но главное, осталась уверенность, что по плечу теперь задача любой сложности в любой обстановке. Как в гражданке, так и в военной форме. Работу командира на поле боя невозможно представить без карты местности. В цифре или на бумаге. Главное, чтобы информация на ней была достоверная. С сведениями о театре военных действий войска обеспечивает специализированная часть. Навигационно-топографический центр. С одним из его лучших специалистов познакомилась наша съемочная группа. Командиру отделения картографического обеспечения, младшему сержанту Адаму Шарма, осталось служить чуть больше месяца. Хотя, казалось бы, совсем недавно скромный и неуверенный в себе юноша переступил порог военного комиссариата. Призвали меня в ноябре 2018 года. Я сам был готов идти. Не было у меня мысли о том, чтобы коситься. То есть, я даже, честно говоря, не хотел за это об этом думать. Я просто пришел и все. Молодого человека направили в навигационно-топографический центр. Эта часть изготавливает и поставляет войска карты местности. Их подготовкой занимается отделение младшего сержанта Шарма. В исполнении делаю съемку земли. Наши специалисты обрабатывают ее. Мы переносим все на карты. Обеспечиваем все выгруженные силы топографическими картами, специальными картами и фотодокументами местности. Спустя несколько месяцев армейской службы у Адама изменились приоритеты. Парень понял – стоять на месте без желания расти и развиваться. Не его жизненная креда. В первом месяце я снял очень быстро свой свой специальный, чтобы уже чувствовать себя в своем русле. А после того, как я уже обучился, я понял, что у меня этого мало. Я хотел именно быть командиром. Просто проявлял, старался себя проявить. Специальность такая специфическая. Он делал достаточно быстро. То есть жалоб, нареканий в его сторону не было. Когда пришло время искать командир отделения, не стоял вопрос, кого поставить. Перемены в характере положительно сказались и на отношениях с близкими. Стали другими и взгляды на дальнейшую жизнь. Именно в армии парень сделал самый серьезный и ответственный шаг. Предложил руку из сердца любимой девушке. Предложение Адам мне сделал. Неожиданно он пришел домой поздно вечером. Когда я готовила кушать, просто вот так спонтанно на кухне сделать предложение – это осознанный поступок. Я думаю, если бы он был готов раньше сделать, он бы его сделал. Но, видимо, вот это осознание того, что уже пора, пришло именно в армии. Когда я его провожала, он был еще ребенок. А сейчас уже взрослый, осознанный. У него поменялось мировоззрение, цели, принципы жизненные. Сформировался он как личность. В планах у молодого человека завершение образования. Адам учится на заочном отделении Белорусского национального технического университета. Сержант Шарма завершает службу в статусе одного из лучших военнослужащих Белорусской армии. Армейский этап не стал для него проходным. Молодой человек осознал себя в новой роли. Похожим, и в гражданской жизни Адам найдет свою дорогу. Брестский полигон принимает гостей. Учебные поля распахнули двери для родных и близких военнослужащих десантно-штурмовой бригады. Отцы и матери со всех уголков страны приехали посмотреть, как служится сыновьям и что значит выполнять задачи с полной выкладкой. Уже больше месяца гвардейцы в буквальном смысле живут на свежем воздухе. Под Брестом проводится сбор с артиллерийскими подразделениями сил специальных операций. Занятия решили разнообразить. Приехала к сыну, сообщила нам, что здесь будет проходить день открытых дверей. Поэтому мы собрались все и приехали с Брагинского района. Говорили, что будет очень интересно. Концерт будет, покажут здесь технику, оружие. Здесь служит мой сын. Призвался он в ноябре месяце. Мы его уже видели. Выглядит он очень хорошо. Нам очень интересно. Подобные акции, отмечают в командовании, проходят впервые. Несмотря на то, что именно работе в полевых условиях отводится больше 70% учебного времени голубых беретов. Одно дело – видеть сыновей в классе, на плацу или в армейском общежитии. Другое – оказаться рядом в ходе боевой учебы. Чтобы родители увидели, в каких условиях проживают их дети. Чтобы они были спокойны за то, что они в надежных командирских руках. Их обучат военному делу должным образом. Уютные палатки, комнаты досуга, спортивные и тренажерные площадки. Несмотря на то, что десантники находятся вдали от пункта постоянной дислокации, бытовые вопросы решаются на высоком уровне. Родители в один голос отмечают – за своих солдат они спокойны. Я, конечно, была удивлена. Ребенок мой очень изменился, возмужал, серьезнее стал. Жалоб у него нету ни к чему. Он тоже доволен отношением начальства, командиров. Каша вкусная, хорошая. И мясо в ней хорошо, и по калорийности она тоже хорошая. Я как повар говорю, я довольна, как у нас кормят. Некоторые мамы и папы в этот день узнали, что сыновья планируют остаться на контракт. Да и на гражданке. Похоже, отслужившим будет проще при учебе и устройстве на работу. В этом направлении государство планирует сделать определенные шаги. Родные солдат – только за. Если человек старается хорошо служить, никаких у него проблем на службе нету, я думаю, должны быть привилеги при поступлении, при устройстве на работу. Если парни, которые отслужили, которые прошли службу и хотят получить образование в этой сфере, то, конечно, я считаю, что у них должны быть преимущества при поступлении в ту же военную академию. Впрочем, как утверждают сами гвардейцы, в армию они шли не за преференциями, а понимая, что служба – это вклад в общее дело защиты близких, любимых страны. В свое время десантникам это помогли понять как раз родители. Я думаю, что у каждого в сознании это, прежде всего, должно быть. Что если не мы, то кто? Каждый должен служить. И я думаю, что это долг каждого сознательного гражданина. Должны быть отсрочи, конечно. Кто там учится, семейные положения всякие разные бывают. По здоровью может быть что-то. Я считаю, что должны быть, но надо, чтобы всему свой предел был. День открытых дверей у брестских артиллеристов пролетел стремительно. Десантников посетило больше сотни гостей. И без сомнения, для каждого из них полигон стал небольшим открытием. Теперь родные десантников не понаслышке знают, как куется ратное мастерство и где закаляется характер настоящих мужчин. В экспертном сообществе продолжается активное обсуждение принятой в марте концепции информационной безопасности Беларуси. Еще на стадии анализа документа членами Совбеза президент страны Александр Лукашенко подчеркнул, что в республике неуклонно увеличивается количество электронных ресурсов и коммуникаций. А государство заинтересовано в том, чтобы люди получали максимально полную и достоверную информацию. Этим тезисом неуклонно руководствуются армейские журналисты. Ни одно значимое событие не ускользнет от пристального взгляда и объектива камер корреспондентов военного информационного агентства «Вояр». Военно-информационное агентство сегодня является эксклюзивным поставщиком информации белорусской армии. Причем, если еще несколько лет назад можно было сделать четкие разграничения, что есть, к примеру, информационные электронные ресурсы, сайт, либо печатные газеты, либо журнал «Армия», то современному потребителю информации уже нужен новый современный продукт. В последних двух лет был введен новый современный международный формат флаговой верстки, а с 1 июля 2018 года мы перешли на европейский дизайн газеты. «Военный журналист» — это тот человек, который по любому звонку, по любому сообщению сразу же едет, так скажем, на передовую, с камерой в руках, с блокнотом в руках, записывает, берет интервью, фотографирует. Зачастую приходится находиться прямо рядом с бойцом, рядом с офицером, в технике, на технике. Мы ежедневно мониторим события, которые происходят в вооруженных силах в стране. Сегодня мы боремся не за тираж газеты, сегодня мы боремся за читателя, который должен получить информацию как в печатном виде, так и в интернете, на нашем сайте, сайте газеты, сайте Министерства обороны. Для этого в газете размещаются QR-коды, ссылки на дополнительные страницы, где размещены фотоснимки, видеоролики в АНТВ. И сегодня с полной уверенностью можно сказать, что газета стала мультимедийной. Журналист с места события передает информацию по интернету, мы здесь ее редактируем, подбираем фотографии, и сразу же, буквально в течение пяти минут она становится на сайт. Журнал «Армия» — это визитная карточка вооруженных сил, поэтому к его подготовке, к его изданию мы относимся со всеми ответственностью. Для нас, по сути, это дело чести. В это издание мы помещаем аналитические материалы, лучшие репортажи с боевой подготовки, самые качественные исторические материалы. Мы первыми, наши корреспонденты, освещаем различные вопросы модернизации боевой техники, поставки ее в войсках, стрельбы, учения, десантирование, полеты авиационной техники, плав, и все самое интересное, что происходит в войсках. Работа за рубежом, например, Казахстан, Армения — это достаточно пустынная либо горная местность, отсутствие определенных удобств, жара либо сильный холод, неизвестная обстановка, неизвестная местность, большое количество людей, с которыми сталкиваешься в первый раз в жизни, общение, немножко другой формат общения идет с ними. Жизнь настолько быстротечна, что современный читатель, бывает, успевает только увидеть заголовки и фотографии. Поэтому мы стараемся делать материалы более короткими, емкими, содержательными. Именно как военно-информационное агентство мы заточены больше под создание оперативной, компетентной информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Вы смотрели «Арсенал». С вами был Владимир Бурко. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте www.ymtv.mil.by и подписывайтесь на наш канал в YouTube. Всего доброго. До встречи на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». «Беларусь-2» и 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 « Субтитры создавал DimaTorzok